Итак, самое доброе утро. Я еще не заправила постель, только что заскочила холодный ледяной душ. Душ действительно был ледяной. В комнате у меня было 9 градусов, сейчас даже меньше стало. Я открыла дверь 8, стало. Было 9 с утра. Пошли заниматься компьютером. Заправлять подушки. Ой, подушки надо заправлять постель. Я себе под спинку подкладываю. Потеплело. Немножко хорошо потеплело. Дуглас спилил все-таки дерево. Я просила его спилить, потому что оно, вот как видно, наклонилось на бочок, и ветер, конечно, мог завалить это дерево. Он спилил, говорит, пусть высохнет, и я потом все это поломаю, все палки выброшу в мусор. Итак, все, поехали. Я сегодня нарядилась, оделась в джинсах. Маленький сатуротик, ледник, без рукава, потому что холодно. Ну, сейчас, наверное, градусов 20 на улице. Но в комнате все еще прохладно, поэтому я слегка премьерпи. Ну, поехали. Поехали к Катюшке. Сегодня Катя уезжает, сейчас проводим ее с Анюткой. Открывала свою машинку, закрываем машинку и пошли. Пойдем, Катюшке. Пойдем на этот, на бассейн. Я взяла с собой купальник, потому что жарко уже. Ну, жарко, не жарко, но на солнышке тепленько. Пойдем. Что-то я себя чувствую, какое-то состояние такое, как будто я немножко приболела. Что-то я еще даже из дома не хотела уезжать. Думаю, останусь дома. Думаю, что дома сидеть? А я сейчас покажу, как... Нет, это, я думала... Я думала, это растет манго. Нет, это не манго. Тоже такие листочки интересные. По-моему, тоже какой-то фрукт. Хьюкт. Нет, это не манго. Манго немножко другие листочки. Красивое, очень, очень красивое деревце. Вон они, какие листочки. Вон оно какое. Как солнышко. Вон оно. Вот это домик. Анюткин домик. Мамочку сегодня будем провожать. Да, что-то чувствую я. Все-таки чувствую по всему. По внутренностям. Чувствую, что какое-то такое состояние предзаболевания. Я иногда люблю поболеть. С удовольствием. Я знаю, что мне никуда не надо. Я знаю, что никуда с температурой. Я люблю, когда температурка. Я знаю, что никуда не пойду. То есть полнейшая свобода. Свобода в кровати. То есть я могу читать, смотреть телевизор. И тратить свою жизнь вот так вот на кровать. А в обычное время, когда я здоровая, я не могу себе позволить. Потому что у меня что-то сидит внутри меня. И мне всегда говорят, давай, вставай, вставай. Иди, беги. Делай что-то, делай что-то. Рисуй, читай. Шей, что-то делай, что-то делай. Не отпускает меня. Да, состояние, конечно, чувствую. Ой-ой-ой. Чувствую, чувствую. Сейчас залезу в холодный бассейн. Может пройдет. Ой. Так. Переходим в дорожку. Вот мой домик. Цель моего назначения. Как я говорила, на пятом этаже этого дома расположен бассейн. Расположены бассейны два. Нет, один. Вру, один. Я думала два. Я думала с этой стороны тоже. Но это мне так, это мое воображение, мне так нарисовала, что якобы там два бассейна. Ошиблась. Хороший я этот. Как сказать. Я бы построила дом двумя бассейнами. Итак, пошли. Пошли. Открываем дверь. Снимаем очки. Оп. Не туда. О. Не в ту дверь пошла. Работка шикарная. Сидишь целый день здесь. И людям... Катя звонит. Это чьи, Катя? Мой номер Людмила. О. Окей. До свидания. Окей. Да, с вами идти. Спасибо. Спасибо. Можно конфетку взять, но я не буду. И даже для собачек лежат эти косточки собачьи. То есть... Все так честненько, все так аккуратненько. Здесь или здесь? Здесь. Тут 11 этажей, я только что заметила. Нажимаем на пятерочку. Все. Они чужих людей пропускают только так. Они звонят владелицу, ну в смысле, как сказать, жителю, не жителю. Кого? Они звонят хозяину квартиры и говорят, к вам гость. Она говорит, да-да-да, я жду, пропустите. Слава богу, у меня еще. Только что с Наташей разговаривала. Маркиза Йосей моя. Вот Наташа. Она мне говорит, чего ты мне никогда не звонишь? Я говорю, Наташенька, терпеть, не могу звонить. Для меня звонить это хуже нет. Она, я думала, может быть, ты там что-то... Да, боже, да никогда так не думай. Мы с тобой родные люди. Ой, как меня покачивает. Надо было дома остаться, конечно. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Закрыто. Юночка, заходи. Захожу. Приветик, моя дорогая. Приветик. Мы светик. Дома, моя хорошая. Красиво. Давай, девушка, как все. Ничего, можно показывать тебе степень? Да, конечно, показывай мне общество. Скажи, красоту ничем не испортишь. Здравствуйте, Людочка. Тебе там тысячу людей передали привет с перископа. А ты так выглядишь сегодня. На тебя. Спасибо. Спортивного... Спасибо. Тело сложения. Красивое, эстетическое. В самом расцвете сил. Спортивное. Сколько налить тебе яблочного? Я только что супчик дома поела. Я сказала, что я вашему-то не буду пить пюре. Это у тебя пюре из гороха? Да, из обыкновенной гороха. Ты варишь горох с водой и потом делаешь пюре? Сначала делаю... Сначала промыла его, да? Потом заливаю кипятком. Я кипячу отдельно воду, заливаю горох. И оно начинает кипеть. И потом я подливаю маслица. Вот такого, вот этого. Или любого, как ты любишь, подсолнечного. Растительное масло, да? Сверху. Чтобы консистенция была у него хорошая. Он тогда разваривается. Он такой нежный становится, да? Как пюре. Покипело, да, покипело. Он, конечно, это сейчас... Ну, такой розетта, но он застынет немножко. Оно застывает. Вот. Потом солить не надо. Соль вот в конце я посолила. Когда она уже сварилась. Потом добавила сливочного масла. Я только что видел, это масло положила. И это уже, вот это кусочек почти весь. Ой, какая вкуснота. И он, конечно... Вкусно. Что будешь первое, суп или это? А что еще, а суп тоже гороховый? Да, нет, суп не гороховый. Суп с курицей. Такой с грибами. А что первое горячее, то и буду. Свежими грибами. Уже суп горячий. И кофеечек мы уже готов. Да. Можно выключать. Все, сварился. И можешь это самое. Аничка, ты будешь суп? Не, абсолютно. Короче, что лишь... Люда под конец сказал... Идем курить. А ты кофе... Да, да, да. Рассказывай, рассказывай. Короче, ну это выражение, что нам, татарам все равно. Да, нам татарам все равно. Что Крым, что Крематорий. Лишь бы жарко было. Знаешь, да, это? Первый раз. Я слышала нам, татарам. Вот, вот этот я хотела тебе анекдот рассказать, что... Что ты раньше крематору уже... Не спать, не спать. Косить, косить. Я тебе хотела рассказать. Ну, рассказывай, рассказывай. Ну, опять будете ругаться. Да пусть ругаются, мужики. Люди нормальный, поймут. Ну, короче... Что ж тебе, если анекдот его выбрасывают? Заяц, это самое, пришел до царя зверей, до льва, говорит, заяц, говорит... Ой, говорит, лев, что делать? Говорит, это Крыльчиха рожает и рожает, говорит, ну, зайчиха моя. Детей много, жрать нечего. Что делать? Он говорит, ну, что делать? Говорит, не знаю, не можешь, как медведь. Он говорит, напусти марихуаны трошки, говорит, в лисе. И будешь продавать потихоньку, и деньги учебу тут. А он говорит, хорошо, ну, ходил-ходил, ничего не нашел. Девится, это самое, смотрит, какая-то плантация. А это, оказывается, медведя. Медведь уже насеял, вот, у него тоже ему надо. Вот, и медведь, значит, сидит на дереве, охраняет. Эх, мешок взял. А, он пришел, заяц, пришел, раз дернул этой, ну, что там, нюхают, травучие листья, дернул, и так, ну, и так, ух, его так вставило, и он, ух, сейчас говорит, на что ее сеять, когда тут готовая растет. Быстро побег, мешок тащит и косу. И начал косит, косит и мешок складывает, косит и мешок. А медведь смотрел, смотрел, говорит, нифига себе, говорит, наглый. Слазит с дерева, взял дубину, иди сзади, такая, ба-бах ее по потилиці. Заяц, ой, ничего себе, говорит, и дальше косит. И он опять, ба-бах, по затылку, той, ой, ничего себе, говорит, даже вот, косит и так вставляю, вот, денег, вот, опять косит. Он так, раз ее по потилочке, а заяц, не спать, не спать, косить, косить, и дальше, как-то так вот, может, что-то я отпустила, такой, ну, так я смеялась, а то же, ой, вообще. Пошли курить. За разговором еще раз покажу, еще раз послушаю. Еще раз, нет, еще раз покажу бассейн, так и мы не пошли, что-то я чувствую, что заболела, заболела, чувствую, что меня прям подкашивает, подкашивает, подкашивает. Конечно, мне уже не до бассейна, не до чего, и тем более, что солнышко прячется за зданием. Какая красота, у нееточки здесь. И вот там горячая сауна, ой, в фоне сауна, а это джакузи. А вот там сауна, я показывала, не пойду уже туда показывать еще раз. Боже, какая красота, сейчас приеду домой, буду болеться, поболею немножко, дам себе поболеть. Забирает Аня, отдает, говорит, мама, забери вот эти тапки, вот эти шлепки, вот это забери. У них один размер ноги, ходят, собираются. Мама говорит, это надо, это не надо. А Катя подходит ко мне, говорит, хочешь я тебе вот эту майку подарю? Это кенза, не что-нибудь. Кенза. Я говорю, а Катечка, спасибо, родная, но я ж такое не ношу. Спасибо. Честное слово кенза. Верю, верю, верю. А что такое кенза? Это дизайнерские вещи. А я ж не не в курсе. Как Луи Витон, как кенза. Ну, хотя вот и знаю, что это. Красивая штучка. Я как-то не очень, я просто вижу вещь понравилась, а там я не смотрю на марку или на что-то. Ну, ладно, ты, какие тебе не надо, то ты выкинь их. Мы так что-то. Да, я не знаю. А что вот за этой вот дверью, потому что тут ты мне показала, там, там, это, сушка. Там стиралка. А, да, да. Стиралка, сушка. Котёл. А, там котёл и кондиционер, понятно, ага. Котёл тут. Ой, меня на сутку будет. Можешь спасти? Не, 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 не. Не, 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 я дома. Я только дома. Не, 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 не. Здесь никак, не. Где? На шлёпке я купила себе такие вот эти, как крокодилы. Знаешь, что-то вот такие... Крокс. Каучунтовые кроксы, чек, крокс, с такими резинами. А, да, 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 да. Ага, да, и что? И открытые резинами. Пинк такие. Это я тогда, второй раз, когда я приезжала. И что? Ну, у меня маленькая такая была, и шорты, да? И в этих лаптях. Я сфотографировала в Даун-Даун, там, да, без ли этого. Приезжаю в Германию, их нема. А, как... Представляете, они там вытянутся. А мне сказали, всё, что вы ложите вот это наверх, вот сюда, наверх, да? Они трошки подкрывают чемодан, и шорухоют. Ничего не ложить наверх, новое. Это где? Это в Германии достали или здесь? Это в Германии или здесь спёрли? Не знаю, кто их... Неужели тут такое есть? Боже, какой ужас. А, вот это да. Какой красивый жёлтый чемодан. Роджон. А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери, а ну-ка убери, а ну-ка убери свой чемоданчик. Это с фильма, как он назывался? А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, там это чёрный играл, главную роль. Это Панкратов чёрный. Да, Панкратов чёрный. А как назывался фильм? Катя, не помнишь, как фильм назывался? Вы помните. А я не уберу. Я всегда хочу вечером просмотреть хорошие советские фильмы. Твои зрители, Люда, тебе точно скажут, что ты и фильмы называешься. Это дело в доме, я у тебя чуть не знаю. О, уже всё. Закрыла уже всё. Возможно, что Наташа Ростова. Аня говорит, какой фильм посмотрите. Говорю, Анечка, ты смотрела фильм Ви? Это советский фильм ужасов. Это жуть. Откройте мне веки. И как панночка летала на этом гробу. Боже, какой жуткий фильм. Это Рудик, как та самая, не знаю, откройте мне веки. А потом я посоветовала они посмотреть фильм мужики, кто смотрел. Как его фамилия? Михайлов, да, который главной роль играл в Любовь и Голуби? Васю. Я просто не знаю, какие его фамилии. А этот, а... И Человек-амфибия я посоветовала посмотреть. Очень красиво. А какой ещё фильм посмотреть? А вы новые постановки видели? Не видела, нет. Я не люблю смотреть, когда фильм любимый, уже другой фильм, даже будет лучше. Он уже не воспринимается. Уже не воспринимается. Ещё какой есть? Есть хороший фильм. Так, хороший. Ну, мои любимые, это, конечно, Любовь и Голуби. Служебный роман. О, Свадьба в Малиновке, да. Тримбита тоже, типа, Свадьба в Малиновке. О, это вообще сказка. Проня Прокуповна. Просил сказать, что вы подлюка. Не сикнышку. Барыня уже леглый и чекает. Барыня уже леглый и просит. Как принять, как принять, как принять. Мы же сидим, стоим. Сказочный фильм. Да. Фильм «Стакан воды». Это нечто. Смотрела «Стакан воды»? Ой, какой фильм потрясающий. Потом мне, Аня, расскажешь. Ты положи, я сейчас... Фрося и 13 чашек чаю. Они пошли в ресторан. Такой старый, старый советский. Он даже почти черно-белый. Я смотрела. Это Бурлакова. Там главная героиня. Фрося Бурлакова. Это вот Филл Папанов. Его роль первая, которая была неудачная. Он там играет скульптором. Не помню. Не помнишь? Я вот недавно буквально просматривала по этому... И забыла опять, как он называется. Да. А Фрося Бурлакова, это... Вот это про оперную певицу, про вот эту, которая при... Ну, это был... Ну, да, да, да. Это она, когда приехала, как она пела, горланила. Ну, это какой-то фильм. Да, она приехала как студентка, к ним гость. Да, да, да. Не пустя пожить. Ну, как же он назывался этот фильм? Шервинт молодой снимается. Не помню. Я помню, помню. Они там разводили там ее. Да, 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 да. Говорит, это профессор там какой-то... Не помню, как он называется. Напиши фильм, где главная героиня Фрося Бурлакова. Он тебе выскочит сразу. Ну, пошли посмотреть фильм. Такой, знаешь, цвет? Ну, такой мягкий коричневый, да? И это такой... Постельный. Постельный, да. Для постели. Я дуэтю потянула темнейше. Берей, это светлейше. А ты хочешь цветную? Спасибо. Ну, это ореховая. Я понимаю. На крас. Спасибо, нет. У меня своя. Я так редко мне что-то нравится, что я... У меня может дурацкий стиль, нет. У меня такой блеск есть. У меня такой не идет. Мне надо яркое что-то. Это такое очень серьезное. Ну, это для... Не, 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 не идет. Спасибо большое. Я вам... По здоровью. Это в натуральном виде в организме, который... От которого... Я что-то слышала. Растут и укрепляются волосы. А что еще растет? Волосы. Ногти. 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 Не надо. Все понял. Хир, скин. Волосы, кожа и нейлс. И ногти. Ага. Арган. Вот этот арган. Ой. Я читала что-то о нем, что... Агарова это масло. Ань. У тебя, наверное, есть нужные справки от врача. Что ты... Вот тут просто делается. Ты тут мне справку даете. Я тебе напишу. Хочешь? Ты мне напишешь. Напросто. Я хотела телю Ганзи сидеть в самолет. Я взяла свой билет старый и сказать, все, я просто А ты и так можешь пойти к врачу и подать в суд? Но опять-таки, если тебе это надо. Так интересно судиться. То есть ты можешь подать в суд по-любому, где нарушены были твои брата. Ты ехала в самолете, простудилась, потому что там... Ну скажешь, да что вы не выключили, почему не сказали стердесе? Ну да, я была в шоке от продолжительности полета. А сколько ты часов летела? Сколько? Десять, да? Ого! Да, десять. Ну мы летели сюда. Сейчас я буду лететь короче. Сейчас восемь. Смотри какая, смотри какая я заиграла сразу. Смотри какая. Быть самая. Все, собираемся, уезжаем. Все, всем до свидания, Катюшка. Тебе очень приятного полета, мягкой посадки. Жду. Люблю, целую, верю, жду. Быстрее возвращайся. Я без твоих фильмов жить не могу. Что-нибудь говори, я буду включать. Я буду тебе каждое видео передать большой привет. Я вот этот, спасибо. Я вот этот, а я тебе... А ты не хочешь сама начать делать? Не знаю. У тебя мама актриса. Вот она сейчас... Может, у меня. А не ухоро. Она сейчас рассказывала, она и в Витцином превратилась, она и в проводника проводнила. Она и стала генералом. На генерал. Она перевоплощается. Перевоплощается прям. А что, давай я тебе сделаю канал и все. Это элементарно. Делай видео, когда... Хотя бы так, изредка. Я хочу дочку рисовать. Обязательно. Я только что сказала, девочки. Ты пришли в следующий раз, я принесу кисточки, все это принесу. Или где-то мы встретимся. У меня, может. У меня встретимся, может. Вот когда... Не важно, где мы встретимся, да. Уже хорошая погода наступает. Так что ты поплавать же наконец-то обещала. Приду, приду, Анечка, приду. Я тебя буду чуть рисовать, а потом маму научим рисовать. Это так просто, так легко, это так интересно. Особенно вечером, когда ты дома одна. Скажи, что надо купить. И что-то... У меня, в принципе, все есть, я все привезу. Я потом тебе покажу, да. У меня есть краски, у меня кисточки, все это у меня есть. Холсты у меня есть, да. А потом ты... Если тебе понравится, сама пойдешь, купишь в этом Хобби-Лобби или Джоэн, или там где... Они продаются везде. Хорошо. Именно хорошо, когда ты дома одна. Да. У меня есть... Поставила какую-то музычку, и села. Сарай не надо рисовать. И во дворе, и гараж. И у тебя такие мысли какие-то под этот... Какая-то красочка переливается на свету, там... Берешь на кисточку, вот это первый москвей. А-а-а-а. Я твои фильмы смотрела. Надо же снять. Вот это вот, где терраса у тебя, да, где такая веранда, да? Ага. И ты разрисовала вот эту дверь, ты в дверь рисовала. И эти вазы, как тебе там одна ваза мне понравилась. Думаю, боже, что ей не нравится. Такая красота, я прям смотрю. Смотрю, ты раз, уже переделала. Вот захватываю все. И главное, что ты никогда не делаешь ошибок, ты всегда можешь исправить все. То есть вот ты начинаешь рисовать, главное без страха. Захватываю все. Ты не рисуешь на продажу, ты рисуешь для себя, для души. Появился кривой цветок, ради Бога, не тот цвет, а все исправим. Краску на краску положила, все исправим. Да, я хочу. Для души. Душа, это Бог. А Бог, это любовь. Да. А любовь, движитель всего, и даже торговли. И прогресс. В общем, торговля двигатель прогресса, мы же сюда любовь приплясовали. Не, ну а как без любви? Я только об этом и говорю, что только любовь нас подвигает на что-то. Любовь к себе, любовь к детям, любовь к мужьям, любовь к мужчинам. К врагам, любовь. Ну, я не могу сказать, что прям такая любовь, но мне хочется их любить. Мне, да, мне тоже, но я не могу сказать, что прям, но я все равно говорю, я вас люблю. Я такая иногда думаю, Боже, не ведают, что творят. Вот как вот этими словами сказано такими, это же не я придумала, а не ведают, что творят. В Библии, да, наверное, или в Евангелии где-то стоит, люди нас поправят. И думаю, ну как вот это так можно, ну как вот так вот, я бы не так. Неужели они видят доброго или другого, да? Ну, это бывает. И мы иногда бываем, и я иногда бывала, там, злючка какой-то, где-то, что-то. Оно бывает, это под настроение, как попадешь. Мне когда-то мужчина написал, только-только начинала видео, вдруг мне какой-то комментарий такой гадкий, с матюками, такой страшный комментарий. И я тогда еще, я тогда так реагировала, я ему пишу, а что я тебе такое, почему? Что вызвало такую реакцию дикую? И на следующий день получает ответ, он говорит, прости, пожалуйста, я такой пьяный был, пришел домой, посмотрел, у меня там, что-то там у него, там, у него что-то такое случилось. Посмотрите, такая вся цветущая, говорит, я так все хорошо, мне тебя так в этот момент возненавидел, потому что у тебя все хорошо. Но потом он извинился, и все. Да, ну бывает, это у людей бывает. Знакомо это состояние. У людей бывает, поэтому надо, как доктор надо относиться к ним. Врач на больных не обижать. Пусть себе. Хорошо, что они иногда посмотрели, вот слили свою гадость, им стало легче, и дай бог. Все, Катюшечка, я тебя очень сильно люблю. Анечка, мы с тобой встречаемся, мы с тобой не прощаемся. Такой человек за кадром, вы даже не представляете, это Люда. Ну, спасибо. Не кидайтесь камням. Да, так можно. Летять вас туда просто. Нет, да даже не стоит, не стоит, не стоит даже внимания обращать там один человек из тысячи. Какой-нибудь. Нет, конечно, нет. Все равно все люди. Может, кто-то и тот тысяч, но спасешь. Вот это, если так сказать. Конечно, конечно. Это же спасение. Так они-то, что и приходят, чтобы спастись. Любви. Все. Люблю, целую, пока-пока. До свидания. Как рассудить. Не надо, пожалуйста, ничего. Мне вот это черно-белое. Мне ничего не надо, я сама себе выбираю. Какие брендовые вещи. Не надо. Спасибо. Смотри, какая красавица. Потом, если не надо будет, вы к ним. Не-не-не-не, не могу выбрасывать. Поехали, девчонки, все. Поехали. Поехали. Собираемся. Аня, ты не одеваешь ничего больше? Я одеваю. Мне, Наташа, давайте я свое пальто дам белое. Не, ни в коем случае. Я не ношу таких вещей. Ты что, я же во Флориде живу. Вот моя одежда. Вот моя одежда. Ну, когда-никогда светорок. Вот моя одежда. Ты что, я сдаваться? У тебя-то кофта с капюшоном черная. Сдаваться никогда не буду. А то не кофта, а то у меня как типа платье. Платье, а не платье. Катюшку проводила, аж до слезанья. Надо такое, что я до слезанья. Ласточка моя. Все, уходим, отползаем. Галечка наша ялтинская. Просто из Ялты привезли Гальку сюда. Целый, целый вагончик и маленькую тележку. Я прям, у меня слезоньки выступили, как с Катей прощались. Санюточкой будем поддерживать связь. Рыбки мои золотые. Надо же, вот так люди с ничего становятся родственниками, близкими. Вот ощущение близких родственников. По-другому никак. Удивительно. Катя у меня только на годочек моложе. Ну, поэтому, может, мы так друг друга и понимаем. Все, сейчас заберу свою машинку, поехали домой. Буду ложиться и буду по-взрослому болеть. Крошечный парк. Вот местечко пустое. Тут можно было застроить красивыми домами многоэтажными и получать за это деньги. Нет, оставляет, как сказать, местная власть оставляет все это маленькие скверики. Такие ставят вот там лавочки, чтобы люди могли прийти сюда, передохнуть с детками и погулять. Все, забираю свою машинку. Ой, расклеилось совсем. Хоть бы до дома доехать. Совсем расклеилось. Вот такое кладбище у нас в Орландо. Но нам туда лет через сто. Уже хлюпаю носом, все. Скорее-скорее приехать домой, скорее лезть в кроватку. Скорее укутаться, включить телевизор, ничего не делать. Вот книжечку под Бог. Жалко, семечек у меня нет. Сейчас заеду, паблик куплю. Очень часто на знаке машины можно навидеть вот надпись. Вот под цифрами написано. In God we trust. В Бога мы верим. Хотя мы говорим на русском языке, мы верим в Бога. Я опять возвращаюсь к тому, что, как американцы строят свою фразу. Сначала он идет в Бога, мы верим. In God we trust. Мы бы сказали believe, а trust, если бы мы с русского переводили, что мы верим в Бога, мы никогда бы не использовали слово trust. Я приехала в пабликс, так мне захотелось сердечек жареных и макароны. Сейчас сварю себе такие бантики, семечки купила. Я приехала, собственно, за соком. У меня сока нет, как болеть без сока. Дела мешок мандарин. Без мандарин просто я их ем килограммами. Не знаю, что-то на меня так нашло. Уже несколько месяцев апельсиновый сок. Но апельсиновый сок я всегда пью. Но мандарины уже который месяц. Продолжение следует...